Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария, у нас сегодня будет с вами долгожданное видео о моих парфюмерных миниатюрах. Но, кстати, это видео выйдет в двух частях. Первая часть будет здесь, на YouTube-канале, и вторая часть выйдет на моем канале на площадке Яндекс.Дзен. И, кстати, есть у меня такой очень большой сюрприз, что эти видео одновременно выйдут на эти площадки. То есть сейчас вы сможете посмотреть первую часть, далее пройти по ссылочке в описании к этому видео на мой Яндекс.Дзен и сразу же посмотреть вторую часть. Кстати, если не подписаны на мой канал на Яндекс.Дзен, то обязательно подписывайтесь, поддержите меня, пожалуйста, потому что для меня это такая резервная площадка. Если вдруг случится такое, что YouTube закроет, то я буду полностью на Яндекс.Дзен. Но, опять же, если это не случится, на что, конечно, мы надеемся, то тогда просто я буду там дублировать другой материал, то есть будут разные видео здесь и там. Поэтому будет больше интересного контента. Поэтому подписывайтесь также на мой Яндекс.Дзен. И давайте приступим. Начну вам показывать свои миниатюры. Первая миниатюрка, которая у меня есть, это вот такая вот красота. Это у меня Ангел от Мюглер, и это парфюмерная вода. Он, видите, в таком формате именно только может лежать. Никак его нельзя поставить. Красивый аромат, гурманский. Я думаю, многие знаете этот аромат. Это действительно красота. Это шоколадные пачули. Это такое рождественское настроение. Кстати, наверное, буду несколько слов говорить про каждый аромат, чтобы долго не затягивать это видео. И, в общем, как бы основной по соу-видео это показать вам все, что у меня есть парфюмерного. Так, вот так, наверное, поставим звезду. Ну, следующая звездочка у моей коллекции это Ангел Нова. Здесь уже, видите, звезда такая, которая может, в принципе, у нас так стоять. Это классный такой малиновый аромат. Также приятные пачули. Нравится у него такой уже более, знаете, наверное, понятный и повседневный. Следующий аромат это у меня Герленд, Шалимар. И это у меня версия туалетной воды. Я думаю, опять же, с этим ароматом многие знакомы. Красивый аромат, красивый ваниль, немного кожаных аккордов. И, кстати, в туалетной воде, мне кажется, он более легкий даже, нежели в парфюмерной. Более такой понятный и свежий. Следующий аромат у меня вот такая вот красотулечка. Это Гуччи Флора в парфюмерной воде. Очень люблю этот аромат. Для меня это и цветы, и фрукты. Сложно, знаете, как-то описать его. Но в основном даже, наверное, больше фруктов, чем цветов. Здесь я ощущаю персики, немного яблочка и много-много всего. И очень люблю его именно весной. И такая, конечно, эта милота, такая малышка красивая. Вот. Следующий аромат у меня это вот такая вот красота. Это у меня Жадор от Диор в парфюмерной воде. Это классический Жадор. И пирамида у него шикарная. И, кстати, у меня эта версия относительно не новая. То есть здесь композиция звучит так, как она должна звучать. И не так, как сейчас звучат новые Жадоры. Здесь у нас игруша. Здесь у нас просто множество композиций. Настолько аромат многогранный и красивый. И, конечно, вот эта первая версия, она самая интересная. Также цитрусы обалденные. Классный аромат. Но, конечно же, это один из самых таких узнаваемых ароматов, на мой взгляд. Потому что это такая классика. Следующий аромат это у меня Либре. От Эвсен Лоран. И у меня эта версия в туалетной воде. Это новиночка прошлого года. Да, здесь, в принципе, та же тематика. Та же лаванда. Но здесь как будто больше зелени. Он более такой зеленый, более цветочный. Чуть меньше ванили в нем. Знаете, я бы сказала, наверное, что в аромате больше воздуха, на мой взгляд. Следующий аромат у меня это Black Opium от Эвсен Лоран. Также это у нас парфюмерная вода. Это кофе, груша. Вкусненький такой приятный аромат. Нравится. У меня также есть он в полноразмерном флакончике. Следующий аромат это у меня реплика от Мизон Марджелла. И это у нас Beach Rock. Это прогулка, пляжная прогулка. Аромат, да, на тему такого пляжного чего-то. Он мне чем-то напоминает аромат от Juliette Heisegan Vanilla Vibes. То есть, это вот, да, такие средства для загара, от загара. И вот такая вот вообще, в принципе, пляжная приятная история. Далее у меня вот такой вот красавчик. Конечно, в полноразмерном формате здесь еще есть такие блесточки внутри. Здесь их нету. Это у меня Toys. Сивотка, яркое оформление. И это такой, знаете, позитивный девичий аромат с яркой доминирующей нотой ананаса. Да, он не претендует на что-то такое невероятно шикарное, но очень даже достойный аромат. Дальше у меня вот такая вот туфелька. Это Carolina Herrera Good Girl. Это у меня классическая парфюмерная вода. Это Praline. Это Бабетонка. Это Сладко. Это Громко. Это действительно запоминающийся аромат. И также у меня есть фланкер последний. Точнее, наверное, уже предпоследний. Это вот такая вот туфелька Very Good Girl красная. Здесь уже доминируют у нас красные ягоды, малина. И мне этот аромат нравится больше. Мне кажется, в нем больше воздуха. И он такой более носибельный, на мой взгляд. Вот такая вот еще туфелька. Конечно, оформление просто обалденное. Следующий аромат – это такая легенда, можно сказать. Это поэма от Lancôme. Кстати, смотрю, у меня как будто бы он немного парит. Потому что здесь прям жидкость. Красивый. Обалденный аромат. Для меня это больше осенний. Это томность. Это просто невероятно шикарная пирамида. Для меня это действительно аромат на такую осеннюю погоду. Здесь еще и персики. И немного почули. В общем, обалденный. Думаю, тоже в представлении он не нуждается. Дальше у меня два вот таких вот миленьких аромата. Это Moschino. Той Баблгам. Аромат на тему жевательной резинки. Думаю, тоже вы с ним знакомы. И также у меня есть черный мишка. Той Бой. Здесь у нас уже доминируют нота розы, почули. И я, как говорила, для меня здесь есть что-то такое жвачное тоже. Как бы ощущение жвачки присутствует. Следующий аромат у меня – это Диор. Это у нас версия, насколько я помню, фреш. Да, Диор о фреш. Туалетная вода. Для меня этот аромат очень похож на аромат бренда Versace. Bright Crystal. Кстати, сейчас вам сразу его и покажу. У меня тут тоже есть. Вот они прям такие братья-близнецы. Я считаю, что переплачивать за Диор абсолютно не стоится. Здесь у меня какие-то уже такие пятнышки не оттирающиеся. Поэтому они, в принципе, очень похожи по своему звучанию. Что касается также Versace, у меня есть еще Yellow Diamond. Знаете, вот если сравнивать вообще, в принципе, всех кристаллов, почему-то для меня Yellow Diamond самый незапоминающийся. Здесь у нас лимон, груша, но он настолько какой-то невнятный, что даже, мне кажется, классический Versace. Вот классический он как-то более запоминающийся, нежели этот. Ну, такой свеженький, легенький, но невнятный. Конечно, из всех версий мне больше нравится вот этот аромат. Это Crystal Noir, это кокос, это обалденное такое звучание. Здесь присутствует, на мой взгляд, и нота Тиаре, и все это с кокосом. Классно, обалденно, очень его люблю. Кому-то он пахнет таким рассольчиком немного, у него это есть, но мне он нравится. Дальше у меня это Laguna Salvador Dali. Обалденное такое оформление. Это такой, знаете, пляжный интересный аромат, фруктовый. Немного здесь есть такая деколонистость, присущая этому аромату, но мне он нравится. Также у меня еще два аромата Salvador Dali. Первый аромат, он такой классический, альдегидно-цветочный. И вот именно по версиям, кстати, я немного путаюсь, по-моему, это туалетная вода. А этот уже на такую тему насыщенный. Здесь у нас и ладан, и гвоздика. Он такой же более томный, более немного даже в чем-то мрачный, готический, я бы сказала. Вот, в общем, такие вот губки у меня. Три версии. Следующий аромат у меня это Jimmy Choo в парфюмерной воде. В принципе, интересный аромат. Кому-то он пахнет глянцевым журналом. Здесь также доминирующая нота груши. Не скажу, что я являюсь его фанатом, потому что он меня поддушивает. Но аромат, в принципе, интересный. Следующий аромат у меня вот такой. Вот от такого вот бренда. Не буду сейчас коверкать название. У меня это номер шесть. И это классный аромат на тему такой сладкой груши. Прям груши в сливках, я бы сказала так. Настолько прям он сладкий, приятный. Также присутствует здесь пудровый такой аккорд. Поэтому, если что-то подобное искали, то присмотритесь. Дальше у меня вот такие вот красивые ножки. Жан-Поль Готье. Это у нас парфюмерная вода классическая. Скандал. Это, знаешь, типа настроение. Понятно, есть какой-то отсыл к Лавиа Белле и всему подобному. Здесь у нас присутствует груша. И вот такие прям карамельные ноты. Немного жженого сахара. Он прям такой сладкий, тягучий. На любителя, конечно, аромат. Мне даже его тяжеловато носить. Поэтому ношу вот таким вот намазом. И, в принципе, поняла, что мне хватит и миниатюрки. Следующий аромат у меня My Way от Giorgio Armani. Ну, это земляничный, клубничный такой аромат. С оттенками винограда. Очень такой классный, девичий, звонкий. У меня есть версия Intense. В принципе, они мне обе нравятся, эти версии. Далее у меня La Petite Rob Noir. Вот такая вот версия классическая. Это, по-моему, у нас... Я даже не скажу вам, какой это концентрация. А, туалетная вода. Ну, это, в принципе, аромат на тему вишни. Все эти платья между собой похожи. На мой взгляд, парфюмерная и туалетная отличаются тем, что туалетная более разбавленная. И вишня такая, знаете, как будто бы компотик немного разбавили минералочкой. Вот такое у меня ощущение. Далее у меня аромат от Ifroche. Кюрденуит. Очень мне нравится. Это какао, это бобетонка, это ваниль. Это так сладко, тягучий. Очень мне нравится. У меня вот такая вот миниатюрочка. И обязательно хочу себе флакон. Прямо мне покорили аромат от Ifroche. Здесь Азур аромат тоже от Ifroche. Но он такой же более позитивный пляж. Здесь и цитрус, и такое что-то звонкое, бодрое. В общем, такое. Но, в принципе, на многое похож. Далее у меня Франк Оливий Ракушка. Это тоже аромат абсолютно не новый. Но настолько он многогранный. Здесь и персики, я ощущаю. И он, знаете, настолько... Большая у него объемная пирамида. Настолько такое многогранное звучание, что, опять же, прям сложно что-то выделить. Но мне он нравится именно в прохладу. И я считаю, что он до сих пор уместен, хоть и не новый аромат. Ну, это легенда. Просто легенда. Нина Ричи. Такие красивые голубки. Просто обалденные. Я, кстати, видела, по-моему, сейчас сделали какой-то перевыпуск его. Вот не знаю, аромат изменился или нет. Дальше у меня Диор. Это у меня Гипнотик Пуазон. Это обалденная ваниль. Прям, знаете, такой он гурманский для меня, приятный. Обалденная. Просто, мне кажется, это самая вкусная ваниль или одна из самых вкусных ваниль в аромате. Но иногда чуть-чуть я ощущаю какой-то такой пластиковой нотки. Поэтому, как бы, у меня флакона полноразмерного сейчас нет. Но ваниль обалденная. Так, дальше у меня Шанель номер 19 в туалетной воде. Такой зеленый, бодренький аромат. Дальше у меня вот такой вот аромат от бренда Lanvan. Джан. Это для меня, прям, знаете, аромат ностальгии. У меня также есть еще миниатюра в формате ручки. Обалденный. Просто его люблю. Для меня это такие определенные ассоциации, определенный период в моей жизни. Ну, такой девичий, приятный. Здесь черничка присутствует. Немного черники. Каких-то таких ягодных аккордов. Но звучит он, знаете, это как-то беззаботно. И по-молодежному, знаете, в хорошем смысле прям вот такой вот идеальный аромат для юной девушки. Следующий аромат у меня это Bulgari. Двойка. Классный аромат. Он для меня такой свежий. Для меня он тоже аромат якорь с определенного времени. И, знаете, здесь ощущение такое приятное. Вроде есть какая-то свежесть, но в то же время есть пудровость. И он звучит как-то красиво по-уходовому. Знаете, когда девушка носит на себе этот аромат, а от нее пахнет просто вот ухоженностью, знаете, каким-то лоском. Интересный, интересный аромат, потому что, действительно, в нем не сказать, что прям какие-то яркие цветочные аккорды или фруктовые, но вот как-то он звучит интересно. Следующий аромат у меня Красная Москва Light. Я думаю, Красная Москва, опять же, все знают. Light мне, кстати, версия очень даже симпатична, поэтому имею миниатюрку. И последний аромат, это у меня уже такой винтажный, я бы сказала, аромат. Это Valentina Vendetta. Аромат абсолютно не новый. Это у нас, опять же, слива. Здесь такие красивые фруктовые аккорды и альдегиды. Классический, шикарный аромат. И, кстати, много из этих миниатюр не дарила Ходижат. Ходижат, я знаю, что ты мне смотришь. В том числе и эту миниатюру. Огромно тебе спасибо. Для меня это просто драгоценности. У меня, кстати, многие ароматы стоят в коробочках. У тех, у кого есть коробочки, у этих ароматов, они стоят в коробках. В частности, этот аромат, потому что для меня прям это что-то такое невероятно ценное. Вот, показала вам половину своих миниатюр. Это всего лишь половина. Еще столько же ароматов у меня есть. И, как и сказала, переходите на мой Яндекс.Дзен. Ссылочка в описании к этому видео. Также в первом закрепленном комментарии. И сразу же смотрите там видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен. Поддержите меня, пожалуйста. Мне это будет очень приятно. И пишите, сколько у вас в коллекции миниатюрок. Будет очень интересно. Это как вообще относитесь к миниатюрам. Пользуетесь ли вы ими. Или у вас они просто как бы для коллекции. Будет это, опять же, интересно. И всем прекрасного дня. Всех вас очень люблю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok